блин ребята время пол третьего только проснулась что сегодня совсем все плохо чувствовать плане бодрости и 0 так давайте поставим кофе еще кофе даже не пила блин у меня кофе еще закончился и что-то не посмотрела за кофеин не мало чем поможет что такое хотя бы на улице выглянуло солнце а то все пасмурно пасмурно дождь бады я не пила бады надо разложить так и за да покажу бады папайя фермент папайя для улучшения пищеварения 1 штучка в день и прекрасно так дальше витамин к2 это в паре идет с витамином где-то короче с d3 так витамин b12 я комплекс витаминов в не очень люблю я предпочитаю их брать по отдельности чтобы регулировать каждый витамин но дозировку потому что некоторые превышают в комплексе я например взяла и у меня прям сыпь какая-то аллергия была но не подходила как витамин d3 на солнце бываю редко из-за аллергии вообще витамин b6 b6 и b12 пью курсами по два-три месяца перерыв примерно там два-три месяца черный кохош это для женского здоровья пью каждый день по 2 таблетки утром по 2 капсулы вернее по одной капсуле два раза в день это омега это масло крылья а масло крылья и кстати она хорошо идет вот для вот этой вещи это шафран шафран он сейчас именно курсом пропиваю потому что мне для мелатонина короче для сна для восстановления шафрана надо лишь так это я забыла как правило по-русски это тоже в поддержку шафрана идет тоже 2 штучки тоже курс и это тоже из этого же комплекса восстановление сна и дополнительно конечно же я пью еще бифидобактерий представляете я вот так вот целый день хожу смотрю смонтировать только видео из такого полезного я смогла и все может быть давайте сходим быстренько в магазин пока не сильно стемнело и сакуру можно посмотреть я свеклу же надо купить я очень хочу винегрет это вот дерево которое у меня из балкона видно на перекрестке и вот здесь аллея распустилась сакура еще даже не облетела ура сегодня с утра и дождь был и пасмурно было потом чуть-чуть солнце теперь видите ки облака вообще красиво очень красиво я выйти то вышла оделась максимально странно я не специально просто я на улице если честно сейчас градусов наверно 9 10 только холодно зябко и дома тоже холодно зябко из-за того что все эти дни не было солнце у меня квартира не прогревается приходится на время включать кондиционер и я мало как-то двигаюсь не зябко поэтому я не хотела переодеваться зайти одела детство что штаны спортивные такие по потолще самый толстый самый теплый на ногах вообще носки домашние теплые и кроксы с теплыми носками ты никуда же не влезешь такими толстыми свекла как и в прошлый раз очень маленькая очень дорогая мне надо минимум две такой свеклы на салат смотрите здесь по цене одной маленькой свеклы пай на пол это ананас можно купить нас купим ананасик порадуем себя сладеньким сочненьким вкусненьким так клубничка тоже кстати недорого и такая приличная так я взяла цветную капусту то что вчера не добрала хоренцо это шпинат яйца у меня заканчиваются и ищем мы капусту капусту банках а вот она капуста в банках отлично что еще огурцы можно было но мне лень тащить не хочу я тут смотрю себе что-нибудь сладенькое мороженого подошла вот это классическая кстати из маскарпоне частично делают вот это вот мороженое очень вкусно на бломбир похоже а тут появились еще несколько видов так это что у нас на ходича какой-нибудь со вкусом ходичи ну короче такой в японском традиционном таком стиле а это это тыква тыква карамель я хочу взять тыкву карамель попробовать я люблю и тыкву карамель смотрите что тут нашла борщ написано борщичей по-японски это наверно заправка для борща тоже можно взять попробовать а так интересно давайте посмотрим что я купила шпинат заправка для борща завтра давайте приготовим посмотрим что это за смесь такая которую сделал кто наверное японцы это сделала так вороженое одну убираю сразу две крохотные свеколки для винегрета кислая капуста квашеная я не люблю борщ со свежей капустой не борщ ни щи поэтому я всегда варю с кислой капустой десяток яиц вот такие маленькие детские чипсики они более натуральные картофельные и со вкусом консоме это типа я даже не знаю такой солененький овощной детский супик супчик супик супчик так дальше что клубника из баловства до и и цветная капуста представьте ананас и цветная капуста были по одной цене по ценам вчера я потратила примерно 8 500 в иенах я подпишу сколько это в долларах чтобы сориентировать вас и сегодня я вот 3600 заплатила вот за этот объем смотрите как дорого нет продукты в японии но на мой взгляд что это достаточно дорого подорожали продукты а теперь давайте приготовим ужин а еще со вчера разморозила фарш он у меня лежит и надо его использовать поэтому я решила сделать с фарша хотя туда на самом деле оригинально идет просто резаные кусочки свинины соус джаджан есть такое корейское блюдо джаджан мён я думаю многие из вас слышали а есть джаджан пап то есть мён это лапша пап это рис соус делается отдельно поэтому для него нам понадобится вот мясо свинина дальше лук морковка морковка репка маленькая я добавлю еще цветной капусты в принципе вместо вот этого вот этих двух товарищей можно картошку использовать и все но я хочу так чтобы было посочнее что ли вот именно не крахмалистая больше а сочная пока у нас жарим фарш чистим режем овощи чтобы оптимизировать как бы время нарезаем кубиками фарш получается немножко кусочками нам этого и надо чтобы примерно все кусочки и овощи и мясо были одинакового размера все много не обжариваем заливаем водой чтобы покрыла все все овощи вот так пока кипит приготовим помоем капусту пять минут спустя наши овощи уже помягчали добавляем цветную капусту потому что она готовится меньше всего не хватает воды добавляем закипеть варим еще минут пять пока не сварится цветная капуста берем пасту черную соевую пасту корейская я думаю она много где продается на вал берез можно найти такая вот паста и на такой объем нам понадобится полторы две столовые ложки такой пасты вообще ее можно обжарить вместе с мясом но я вот как то как то то будет просто вареная и для загущения соуса нам понадобится крахмал чайная полторы чайной ложки крахмала паста соленая пробуем на соль чтобы достаточно было именно пасты для солености я буду использовать рис рис я не варила я вообще ничего видите сегодня не делала поэтому беру готовый рис я думаю многие уже знакомы с таким рисом две минуты в микроволновке и готовый свежий рис у вас крахмал добавляем воды делаем на минимум либо совсем выключаем газ и вводим крахмал чтобы он кусками у нас не затвердел там поэтому надо огонь убрать немного после добавим чуть-чуть воды густой получилось сильно даем прокипеть одну-две минуты и готово соус должен быть такой густоты как тесто на оладьи наверху вот такая красота приятного всем аппетита давайте попробуем мороженое которое я купила мороженое в карамели не в шоколаде ммм какое вкусное ребята и внутри тоже видите прослоечка идет карамель очень вкусная рекомендацион все я уже умылась я уже нанесла крема блещу как блинчик все спасибо вам за просмотр вот такой получился пустой какой-то день вырубила меня пойду лягу спать постараюсь выспаться и завтра будет более что-то оживленное всем пока а а а а о о о о о Субтитры подогнал «Симон»